Здравствуйте! Это компания Лазерный Центр. Сегодня мы с вами поговорим про нанесение кодов на изделия из нержавеющей стали. Очевидно, что сегодня в современном мире любое высокотехнологичное предприятие не может обойтись без кодирования своих изделий. А на наш взгляд самым оптимальным способом нанесения кода на металл является лазерная гравировка. Почему? Ну, во-первых, лазерная маркировка не смывается, не стирается и не изнашивается с течением времени. Второе. Лазерную маркировку нельзя перенести с одного изделия на другое. В результате у нас получается неразрывная связь между кодом и изделием, между информационной составляющей и материальным объектом. И вот эта неразрывная связь сохраняется долгие десятилетия. Давайте посмотрим, как это получается. Для этого мы будем использовать систему с волоконным лазером серии турбомаркер и образец из нержавеющей стали. Наши лазеры позволяют нанести маркировку разных оттенков. На нержавеющей стали это может быть светлая или темная маркировка. Но для обеспечения максимального контраста оптимальной будет маркировка черного кода на белой подложке. Как происходит маркировка изделий из нержавеющей стали? Все очень просто. Оператор выбирает программу для обработки этого изделия, дальше помещает изделие в зону обработки станка, позиционирует изделие в этой зоне так, чтобы маркировка была в том месте, в котором необходимо, и запускает программу лазерной маркировки. Проверяем результат. Результат может проверяться автоматически встроенной камерой или другими сканерами. От чего зависит время нанесения кода? Та производительность, с которой оборудование может наносить маркировку. Но прежде всего это размер кода. Понятно, что большие коды наносятся дольше, чем маленькие. Второй момент это технология нанесения. Это светлая маркировка, темная маркировка или сочетание этих маркировок. При результате типичный диапазон времени нанесения кода от 0,01 секунды до нескольких секунд или нескольких десятков секунд. Система для нанесения кода может быть выполнена как в стационарном, так и в мобильном ручном варианте. Откуда берется информация, которая попадает в код? Программное обеспечение, Максиграф, который управляет системой Турбомаркер, имеет возможность задать кодированную информацию несколькими способами. Первый, самый простой вариант это ручной ввод информации. Оператор может легко ввести ту информацию, которую необходимо закодировать перед маркировкой. Автоматическая генерация по алгоритму. Оператор задает алгоритм, по которому меняется код. Ну, для примера, мы хотим отмаркировать номера в виде кода от 100 до 1000. И с каждой маркировкой у нас будет автоматически меняться маркируемое значение. Следующий вариант ввода информации это ввод из таблиц или таблиц файлов. Максиграф может использовать информацию из файлов Excel, CSV, TXT и других типовых форматов. Следующий вариант ввода информации это ввод информации с помощью API или pipe канала. Можно организовать связь Максиграф со сторонним программным обеспечением MySQL, 1S и прочие базы данных или ERP-системы. Нанесенный шлифт-код, помимо информационной идентификации, может нести в себе функции защиты от контрафакта. Защита может обеспечиваться как математическим шифрованием внутри кода, так и специальными технологиями его нанесения. Размер шлифт-кода может быть разный в зависимости от подставленной задачи. В одном варианте размер должен быть таким, чтобы его можно было легко считать любым сканером. В другом, размер шлифт-кода должен быть минимальным для экономии места. Но для считывания микроразмерного кода потребуются специальные сканеры. Для решения этой задачи наша компания разработала систему считывания микрошлифт-кодов Scandart, способная считывать коды, размеры которых могут быть меньше миллиметра. Лазерный центр уже более 15 лет занимается решением задач по нанесению и считыванию кодов. Мы поставили за это время большое количество разнообразных станков для маркировки кода на различные металлы и различные изделия. Если у вас остались вопросы, связанные с нанесением кодов на металлы, мы с удовольствием на них ответим.